После целой вереницы неудачных фильмов, которые проваливались один за другим, турецкие кинопроизводители наконец-то снова выдали настоящий хит, который покорил сердца миллионов зрителей на Netflix. Увы, турецкие журналисты этого просто не заметили. Простой и где-то даже наивный фильм о том, как дядя взял на себя заботы об осиротевшей племяннице, которая разделяла его страсть к музыке, не сильно пиарили на Netflix, видимо, считая, что такая история вряд ли может заинтересовать зрителя. Однако снова ошиблись. Как и в случае с предыдущим хитом, фильмом «Бумажные жизни», именно простые и трогательные взаимоотношения взрослого и ребенка смогли покорить сердца и турецкого, и международного зрителя. Согласно официальным данным Netflix, фильм «Скрипка моего отца» с Ингином Алтаном Дюзьятаном и Бельчин Билгин возглавил топ самых просматриваемых неанглоязычных фильмов на цифровой платформе Netflix в мире. Картина находится на четвертом месте среди всех фильмов Netflix и на пятом месте по количеству топов по странам, попав в топ-10 даже в США. Таким образом, фильм оказался даже более успешным, чем «Чудо в седьмой камере», уступив лишь немного предыдущему хиту платформы, фильму «Бумажные жизни». Тем не менее, турецкие СМИ несомненный мировой успех турецкого фильма просто не заметили. Пресса исправно выпустила пару статей перед началом показа, которые были оплачены Netflix и на этом сочла свою задачу выполненной. Увы, успехи соотечественников в мире интересуют турецких журналистов куда меньше, чем романы звезд летних романтических комедий. Остается лишь надеяться, что возмущение в социальных сетях по поводу потрясающего непрофессионализма заставит турецкую прессу опомниться и все же наверстать упущенное, дав информацию своим читателям. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.